Попробуйте рискнуть и увидите, где всё это начиналось. Цитата с англоязычного сайта, который якобы предлагает своим посетителям путешествие в колыбель коронавируса, китайский Ухань, и обещает им незабываемый опыт. Дескать, вот она, возможность погулять по опустевшим улицам современного города-призрака, почувствовать причастность к историческому моменту и вернуться домой с уникальными фото для соцсетей. Но, правда, о вероятности заражения и гарантиях безопасности тут почему-то ни слова. Причём этот нюанс не единственный. Разыгрывают гипотетическую поездку по принципу лотереи, а чтобы поучаствовать, нужно купить некую футболку. Ну, саму по себе не дешёвую. В общем, по всем признакам коммерческий трюк ради заработка на хайповой теме. И подобного креатива с каждым днём всё больше. Да и россияне, как выяснилось, не отстают. Пытаются делать на болезни серьёзный бизнес, ну, рекламируя в интернете весьма экзотичные товары и услуги, с которыми ознакомилась Варвара Невская. Варвара, здравствуйте. Приветствую. Ну что, вы за предательницы нашим соотечественникам не откажешь? Ну, этого у них действительно не отнять. На здоровье, как известно, никаких денег не жалко. Всего-то 23 миллиарда рублей и мощный заговоренный оберег будет защищать носителя от заразы из Китая. На данный момент это, пожалуй, самое дорогое предложение. Но для тех, кто ещё не успел войти в первую десятку Форбс, есть варианты побюджетнее. Нить на палец заколдованная шаманами за 5 миллионов и чёрное металлическое кольцо за 3. Последний обещает, помимо здоровья при встрече с опасной бациллой, сиять красным заревом. Несмотря на то, что основная масса людей абсолютно убеждена, что лучшая мотивация к продажам это секс, но страх, и тем более страх смерти, заражения, либо болезни гораздо лучше продаёт. Именно поэтому он, наверное, всё-таки нечистый на руку предпринимателя, использует вот этот страх людей для того, чтобы, ну, скажем, быстро нажиться. Ну, конечно, покупать безделушку за сумму сравнимую с бюджетом Краснодара за 2019 год кто-то вряд ли решится. Но вот вполне реальные предложения. Мёд – 700 рублей. Растение, выведенное в Голландии, специально для Азии, гарантирующее снизить риск заражения – 3 тысячи рублей. Отвар из корешков, чай, заговорённый и освящённый чеснок, ну и волшебная вода с янтарём. Ну и бутылка «Чудо-конь». Налитые в неё напитки наделяются свойствами поистине чудодейственными. И коронавирус убьют, и мужскую силу даруют. Поможет, конечно, вряд ли, но хотя бы красиво. Это вот особенно современного мира. Люди инфантилизуются. Вот эта инфантилизация, она, конечно, касается нашего умения работать с информацией. Мы, к сожалению, воспринимать информацию мы научились гораздо быстрее, чем раньше. А вот анализировать её, вот эту возможность общество теряет. Массовые паники, массовое производство. В продаже целая линия по изготовлению медицинских масок. Трёхслойных, тех, что в борьбе с коронавирусом, неэффективны. Однако 15 миллионов рублей. Но если их нет, не страшно. Оборудование сдадут и в лизинг. Трёхслойные маски, это 140 штук в минуту, это на полном автомате, которая линия. Мы являемся организацией, вот, то есть мы возим, ну, не только вот это оборудование медицинское. Мы вообще цилизируемся на промышленном оборудовании из Китая. Даже китайцы звонят, но нам очень много звонков идёт из Франции, там, Германии, из Турции звонят. Продавцы хитры. Помимо очевидной туфты, в изобилии предложения, на которые купится даже искушённый потребитель. Ну, например, блокиратор коронавируса из Японии на основе ионов с гиалуроновой кислотой. Костюмы противочумной и химической защиты. Маски, респираторы и противогазы всех цветов и форм. Но опасность не только в интернете. Российские аптеки активно продвигают противовирусные препараты под эгидой защиты от коронавируса. А нетрадиционные церкви под музыку из списка Шиндлера пророчат скоро апокалипсис и заговаривают воду. Он получил исцеление. Когда, мой бог, эта вода, она войдёт внутри его желудка. Чтобы она распространялась по всему телу, изгоняла всякий вирус, всякую бактерию. Коронавирус как двигатель торговли. Популярный хэштег для продвижения товаров. Когда-то на китайских торговых онлайн-площадках ко всем продуктам для таргетирования добавляли слово «модный». В России этим словом стал коронавирус. И вот уже скупаются пиджаки, ботинки, сапаки и даже бетономешалки и шапки из мутона. Фарма Орневская о выгодном коронавирусе. Фарма Орневская о выгодном коронавирусе.